В случае же с комплексом неполноценности, они заставляют человека пытаться всячески поднять искусственно заниженные достоинства. Равновесные силы действуют обычно в лоб, не заботясь о тонкостях человеческих отношений. Поэтому человек ведет себя неестественно, тем самым еще больше подчеркивая то, что пытается скрыть. Например, подростки могут вести себя дерзко, тем самым восполняя неуверенность в себе. Стеснительные могут вести себя развязно, чтобы скрыть свою застенчивость. Люди с низкой самооценкой, желая показать себя с наилучшей стороны, могут вести себя скованно или наигранно. Ну и так далее. В любом случае, борьба со своим комплексом приносит еще более неприятные последствия, чем он сам. Как вы понимаете, все эти попытки тщетны. Бороться с комплексом неполноценности бесполезно. Единственный способ избежать его последствий – это устранить сам комплекс. Однако избавиться от него довольно сложно. Уговаривать себя, что у вас все отлично, тоже бесполезно. Обмануть себя не удастся. Здесь может помочь техника слайдов, с которой мы познакомимся позже. На данном этапе достаточно просто уяснить, что озабоченность своими недостатками, в сравнении с достоинствами других, работает так же, как желание показать свое сравнительное превосходство. Результат будет противоположный намерению. Не воображайте, будто все вокруг придают вашим недостаткам такое же значение, что и вы сами. На самом деле, каждый озабочен только своей персоной. Поэтому можно спокойно сбросить с себя титанический груз.